Время игрушечек! Игрулик наступило! Год 1998. Это взгляд в прошлое. И легендарный. Легендарный фильм. Джо Данте, у которого в загашнике, между прочим, такие работы, как Оскар, Гремлины и внутреннее пространство, да еще парочку найдется. Это солдатики. Это они самые. Да, друзья, это фильм детства, это 1998 год. Бюджет в 40 миллионов. Бакенских заборов в США. 54 фильм. Довольно-таки был посредственно принят зрителями. Но зрителей в Америке было только на 11 миллионов. Но релиз на дивизии был 12 октября 2010 года от Blizzard Cinema Trade. В главных ролях Бэвид Кросс, Джей Мор, Александра Уилсон. Ну, хорошенькая такая Беннис Лири. И, честно говоря, бесящий весь фильм. Я его... Ну, тут вот... Его одно лицо. Одна... Одни его действия, прописанные в этом фильме сценарии Грегори Смит. Он просто бесящий пацан. Тут вот честно, без обид. Но... Нельзя было найти другого пацаненка. И чтобы... Не сильно это... Чтобы он... Скажу не грубо, а выпендривался. Очень сильно выпендривался этот пацан. И... Хотелось ему... Дать с ноги по соплям его. Непревзойдённая... Сексапельная кирсундаанство. А теперь... Кратце. Корпорация Globatec задействовала в производстве игрушек военные технологии. Хоть и сукины дети. Один из разработчиков вставил в новую. Прямо будто вставил, да? Ну, кто о чём думает? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вставил в новую сервис солдатиков сверхсовременный самообучающийся микропроцессор. Это ж надо такому придумать. В девяностые годы. В результате в магазин поступили злые десантники. Заплаг... Запрограммиров... Запрограмм... Да что ж такое? Запрограммированные воевать с добрыми фантастическими существами. Горгонит. Горгонитки. Первым с ним столкнулся сын владельца маленького магазина игрушек, принявший в сторону горгонитов. Десантники поначалу, не трогавшие гражданских лиц, вскоре перешли на совсем не игрушечные боевые действия. И против людей. Мальчику-соседской девочке, а затем их родителям пришлось вступить в бой. Я бы даже сказал, неравный бой. К ним присоединились и горе-разработчики. Слишком поздно... Разумевшие, какой бед они бы говорили. Сколько бед они принесли в этот мир. Даже мирные горгониты запрограммированы на то, чтобы прятаться не выдержали и взялись за оружие. Сейчас этот фильм смотрится, конечно, на слабенько. На оценку 7 баллов. В детстве он довольно-таки... Я бы уже дал, наверное, 9 баллов. 9. Но сейчас только 7. 7 баллов... Не знаю... Он слабо смотрится. Слабо смотрится. Игра актеров. Пацан бесячий. Именно вот сейчас. Если бы это было в то время, я бы... Не знаю. Сложно говорить. Фильм среднечковый, на самом деле. Но на 7 баллов. Именно сейчас, если бы я делал обзор в те годы, допустим, я бы поставил все 9 баллов. Фильм неплохой. Довольно-таки интересный. Задумка неплохая. Солдатики. Не просто солдатики, а внутри их чипы. В общем, можно смотреть. Можно смотреть даже всей семьей. Семейный. Друзья, ставьте лайки. Смотрите солдатика. Пересматривайте. Они видели обязательно к просмотру. Лайк, дизлайк. Подписка. Помощь на развитие. И... Адьос.